Джеггит Альянс 2 Джеггит Альянс 2 В классических Джеггит Альянсах, то есть в первой и второй части, мы играли за опытного командира, который набирает себе отряд крепких профессионалов и малыми силами совершает невозможное. В первой части освобождает остров от психованного ученого, во второй устраняет кровавую диктаторшу. В новой игре цель тоже вроде благая – освободить остров из цепких клешней наркобарона. Только вот вместо крепких профессионалов под наше командование выдают какой-то сброд, названный именами любимых героев. Например, в мире рейдж у Ивана Долвича умер племянник, после чего красный майор превратился в хронического алкоголика и теперь без бутылки водки в бой не ходит. Кайл Симонс, известный как Тень, отравился газом и заимел кучу проблем со здоровьем. Рэйвен потеряла мужа, впала в депрессию и захерела. И так со всеми. Неудивительно, что сразу по прибытию на остров наш отряд попадает в засаду и теряет все снаряжение, так что дальше войну придется вести исключительно подручными средствами. Причем разработчики считают это достоинством. Мол, раньше у игрока всегда имелась база, где можно было сложить лишнее снаряжение, залезать раны, просто передохнуть, а теперь все, нет такой лафы. Извольте таскать все, что нужно при себе. Кстати, забить весь рюкзак оружием и патронами не удастся, поскольку разработчики ввели в игру сурвайвл элементы. Теперь наемники хотят не только спать, но и пить, а бинты перед использованием необходимо еще продезинфицировать. Создать схрон в безопасном углу теперь действительно не получится, поскольку глобальную карту переделали полностью. Это раньше она была разбита на сектора, которые приходилось постепенно отвоевывать у противника. А вот в Рейдж остров — это несколько точек с уникальными миссиями, плюс куча непрописанного пространства между ними. И в любой момент при путешествии по глобальной карте отряд может напороться на случайную встречу с противником. То есть обезопасить кусок острова в буквальном смысле невозможно. Как, кстати, и пойти куда хочется. Порядок прохождения миссий задан довольно жестко. Одним словом, стратегический аспект ранних Jagged Alliance в Рейдж вырезан полностью. На повестке дня не стоит даже денежный вопрос. Оружие заказать негде, а зарплаты бойцы не требуют. И это, заметьте, в игре про наемников. Что касается тактической стороны, то она больше всего напоминает браузерный Jagged Alliance Online, который мы упоминали в самом начале видео. Дело даже не в оляповатой графике и откровенно тупом искусственном интеллекте, а в масштабах происходящего. Локации в Рейдж настолько маленькие, что сидящий в углу карты снайпер простреливает ее всю. Ну а перестрелки на обычном оружии и вовсе идут практически в упор. Соответственно, ни о каких тактических уловках или исследованиях карты речь даже не идет. А-а-а! А-ха! Ну и напоследок о наемниках. Разработчики посчитали, что классическая схема с десятком характеристик, варьирующихся от нуля до ста, это слишком сложно. Поэтому в Рейдж характеристик нет, а есть перки. Некоторые из них довольно банальные и копируют то, за что раньше отвечали характеристики. Например, наемник с перком сильный может больше унести, а перк «Взломщик» позволяет открывать замки отмычками. Другие перки откровенно навеяны свежим Икскомом. Скажем, Иван Долвич тут настолько велик телом, что выступает как ходячее укрытие для своих коллег. Есть даже откровенная магия. Тот же Долвич умеет таунтить противников, Рейвен — стрелять пулями, игнорирующими броню, а Симмонс бесстыдно телепортируется. Разумеется, каждое умение строго уникально, и другого наемника ему обучить нельзя. Пожалуй, единственным светлым моментом во всем этом безобразии является то, что очков действия на ход выдается не два, как в Икском, а десяток и больше, как в старые добрые времена. Но этого явно недостаточно, чтобы называть новую подделку гордым именем Джагед Альянса. На этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и написать в комментариях свое впечатление от новой игры. До встречи!